Всем добрый день! В сегодняшнем видео я постараюсь показать нюансы выполнения процедуры гальванической чистки лица. Это один из видов аппаратных чисток лица, использующийся для очищения, глубокого очищения кожи от избытка кожного сала, в том числе в устьях сальных желез, и от избытка роговых чешуек на поверхности кожи. Для проведения гальванической дезинкрустации используется постоянный электрический ток. В данном случае у нас аппарат мустанг физиогальвофор. Мы должны выставить параметры. Время устанавливается здесь. Для первого этапа гальванической дезинкрустации время устанавливаем 7 минут. Силу тока, ограничитель силы тока мы устанавливаем на 10 мА, потому что сила тока, которую мы будем использовать, она будет не выше 10 мА. На самом деле она будет не выше, скорее всего, 2,5 или 3,5 мА. Устанавливается сила тока уже в процессе процедуры по ощущениям пациента. То есть пациент не должен чувствовать боль, не должен чувствовать сильное жжение, дискомфорт. Сила тока прибавляется постепенно до появления покалывания, мурашек, то есть достаточно как бы фортых ощущений. Кроме того, здесь еще есть возможность поменять полярность на электродах. Плюс-минус, минус-плюс. В данном случае первый этап процедуры у нас будет делаться с катода, то есть с отрицательного электрода, поэтому будет лоббильный электрод у нас с отрицательным. Соответственно, здесь у нас есть кнопочка сеть, которую мы включаем в сеть. Есть потенциометр, которым мы будем в процессе процедуры прибавлять силу тока. И, собственно, кнопка пуск или стоп, которая запускает сам процесс. С глаз макияж мы уже сняли, нам нужно провести поверхностное очищение кожи лица, и для этого мы можем использовать любое мягкое очищающее средство. Можем использовать гель очищающий, муссовой веры или с витамином С. В данном случае я взяла мусс с витамином С, он имеет текстуру пенки, то есть дозирует уже готовую пеночку приятную. Наносим мы его на влажную кожу, кожа у нас уложнена водой. И вообще для, например, нашей модели Анастасии я бы рекомендовала и в домашний уход тоже мягкие очищающие средства, которые не содержат лауреат или лауреалсульфат, так как у нее комбинированная кожа в тезоне склонна к жирности. А более агрессивные очищающие средства могут, наоборот, стимулировать деятельность сальных желез, которые компенсаторно будут вырабатывать больше кожного сала, чтобы не страдала влагоудерживающая функция кожи. Поэтому мы умываем максимально деликатными средствами наше личико и таким образом не нарушаем нормальную микрофлору, не разрушаем гидролипидный барьер защитный, не повышаем чувствительность кожи и не делаем ее обезвоженной. Смываются все очищающие средства водой комфортной температуры. Опять-таки при склонности к жирности я не рекомендую умываться интенсивно горячей водой, потому что горячая вода тоже вымывает липиды, ну при сухой коже, разумеется, тоже, но и при жирной. Не стоит умываться горячей водой интенсивно, потому что у вас вода такой температуры будет вымывать собственные липиды кожного сала, то есть липиды эпидермальные, и кожа будет становиться обезвоженной, будет терять влагу. Мы могли бы сейчас воспользоваться тоником, но так как мы запланировали еще этап глубокого очищения кожи, то есть гальваническая дезинкрустация, то мы будем применять тоник уже после того, как проведем аппаратную чистку лица. Для того, чтобы провести гальваническую дезинкрустацию, то есть очищение кожи постоянным током электрическим, нам нужна щелочная среда. В щелочной среде на коже будет происходить реакция омыления жиров, то есть триглицеридов кожного сала, и эту щелочную среду нам даст средство для холодного распаривания гель дезинкрустирующий, он имеет щелочной паж, а также лосьон для дезинкрустации, которым мы будем пропитывать масочку, по которой будем работать. Сейчас понанесем на обрабатываемую поверхность дезинкрустирующий гель, имеющий щелочной паж, и оставим его на 15 минут для того, чтобы он разрыхлил эпидермис, то есть это средство для холодного распаривания. В качестве пленки мы можем взять готовую масочку из полиэтилена, а можем использовать обычную пищевую пленку. Небольшой лайфхак. Если ваша маска плохо закрывает нос, ее вырез неудобный, то мы можем из кусочка шеи, который мы все равно не будем обрабатывать, сделать любой носик, который нам нужен. Таким образом у нас кожа будет разохляться в течение 15 минут. Чтобы нам провести процедуру гальванической дезинкрустации, надо сначала взять пассивный электрод, обернуть его в несколько слоев влажной салфетки и дать его в руку пациенту. Главное, чтобы металлические части электродов не касались голой кожи. Могут быть ощущения в виде покалывания и на пассивном электроде, это нормально. Если вдруг будет жжение или какой-то дискомфорт, тогда ты мне об этом скажешь. Снимаем пленочку, кожа у нас уже разрыхлилась, верхний слой эпидермиса роговой. И чтобы нам провести процедуру, мы должны положить гидрофильную прокладку, в данном случае это будет одноразовая масочка, между кожей лица и активным электродом. Эту маску мы тоже пропитываем щелочным средством, это лосьон для дезинкрустации. Оба средства, и гель, и лосьон для дезинкрустации, имеют один и тот же состав, просто разную текстуру. В составе их есть соль и калия, поливинилперолидон и сок алоэ вера. Лицо у нас готово к проведению процедуры. Для того, чтобы нам начать процедуру гальванической дезинкрустации, мы берем активный электрод. Он у нас подключен к отрицательному полюсу нашего аппарата, то есть это катод. И регулируем силу тока по ощущениям пациента. Для этого мы берем пассивный электрод, прислоняем к какому-то наименее чувствительному участку кожи лица, то есть не над верхней губой где-то или около носа, а, например, на щеке. И включаем аппарат. Ограничитель, напомню, у нас стоит на 10 мА, то есть выше он не поднимется все равно. И мы будем повышать силу тока по ощущениям до появления легкого покалывания мурашек. Анастасия, сообщи нам, пожалуйста. Пока ничего нет. Ничего нет, да? Вот так. Ну, совсем еле-еле. Еле-еле, да? Вот у нас 3,5 мА. Ох, так уже хорошо. В среднем этого достаточно, как правило. От 2,5 до 3,5 мА. Это нормальный такой диапазон, когда у нас человек даже поменьше. Вот, убираем немножечко. Три. Здесь вот в чувствительной зоне как тебе? Нормально, да? Вот. Оставили мы 3 мА. Ну, у нас на самом деле чувствительность кожи может немножко привыкнуть к коже. К току и может стать слабее, можем немножечко повысить на полмиллиампера в процессе процедуры, а можем этого не делать. И начинаем обрабатывать поверхность кожи, постепенно двигаясь по зонам и по массажным линиям. Мы обрабатываем на первом этапе в течение 7 минут поверхность лица, напомню, по щелочному средству. И у нас происходит реакция омыления жиров на коже. Сразу хочу сказать, что у данной процедуры, как у электрометодики, у нее есть свои противопоказания. То есть стандартные абсолютные противопоказания, такие как онкология, беременность, хронические заболевания в стадии декомпенсации, наличие кардиостимулятора, аутоиммунные заболевания, заболевания соединительной ткани. То есть такие общие противопоказания, которые относятся к любой аппаратной методике. Кроме того, ограничением является наличие металлических имплантов, металлических конструкций, элементов остеосинтеза в обрабатываемой области. То есть мы не зря сняли все металлические предметы, украшения. И внутри нашего тела в обрабатываемой зоне не должно быть тоже металлических частей, которые нельзя заизолировать, например, сухой турундой на время проведения процедуры или специальной капой. То есть дентальные импланты, элементы остеосинтеза являются противопоказанием для проведения данной процедуры. Еще есть такой момент, как, например, золотые нити, так называемые, которые сейчас достаточно редко встречаются у пациентов, но в принципе могут быть. Это внутрикожные армирующие импланты, то есть не рассасывающие нити, рассасывающийся шовный материал, а именно постоянные импланты, которые тоже являются абсолютным противопоказанием для проведения всяких электрических процедур на коже лица. Когда мы заканчиваем процедуру гальванической дезинкрустации, обработки кожи, мы не отрываем резко электрод от кожи, а сначала убираем силу тока на ноль, выключаем наш электрод и только после этого отрываем его от поверхности кожи. Для того, чтобы в момент отрыва не было усиления силу тока и болевых ощущений и неприятного дискомфорта для пациента. Первый этап гальванической дезинкрустации, то есть непосредственно реакция омыления жиров на коже, нами уже осуществлена. Если мы хотим, например, продолжить экстракцией каких-то комедонов или воспалительных элементов, то на этом этапе можно это сделать после того, как мы смоем с кожи остатки дезинкрустирующего средства. Смываем мы его обычной водой и после этого мы проведем второй этап гальванической дезинкрустации, обработку кожи в течение двух минут, либо по чистой, можно бутилированной, например, фильтрованной воде, либо по любому нейтральному тонику. На первом этапе, когда мы обрабатываем кожу с катода, у нас происходит так называемый электроосмос, еще больше разрыхляется эпидермис, у нас PH кожи смещается в щелочную сторону, а для кожи у нас все-таки характерен слабокислый PH для нормальной кожи. У нас возбуждается нервное окончание, может быть, даже легкая гиперемия на коже, расширяются сосуды. И чтобы нейтрализовать действие отрицательного электрода, такое возбуждающее, мы должны обработать кожу, подсушить немножко эпидермис, сузить поры путем обработки ее с положительного электрода, как я уже говорила, по воде или по нейтральному средству. Остатки дезинкрустирующего геля и лосьона я сняла водой. Теперь мы возьмем салфеточку, такую же, которая у нас была на коже на первом этапе. Мы можем взять, например, очень хорошо для этого подходит тоник для жирной проблемной кожи. Пропитаем ее хорошенечко этим лосьоном с гомомелисом и будем обрабатывать уже положительного электрода. В результате процедуры гальванической дезинкрустации у нас очищаются поры, уменьшается выраженность черных точек, если она есть. Мы можем совместить эту аппаратную чистку с мануальной, это получится комплексная чистка. Сразу хочу сказать, что так же, как и ультразвуковая чистка, гальваническая дезинкрустация является всего лишь этапом проведения какой-либо процедуры. Либо комплексной чистки лица, либо начальным этапом для проведения какой-то другой уходовой процедуры, например, какого-нибудь фореза. Для того, чтобы нам завершить этап гальванической дезинкрустации, мы возьмем наш пассивный электрод, предварительно поменяв на нем полярность. Сразу хочу сказать, что на мустанге физиогольвофор эта функция реализована достаточно удобно при помощи кнопки, то есть мы поменяли полярность, и у нас уже лобильный электрод стал положительно заряженным. В некоторых аппаратах нужно просто переткнуть электроды местами, если такая функция не предусмотрена, и тогда у вас уже отрицательный электрод будет пассивный, а лобильный электрод будет подключен к положительно заряженному полюсу. Ограничения по силе тока у нас остаются те же самые, и точно так же мы отстраиваем силу тока по ощущениям пациента. Прислоняем активный электрод к нечувствительному участку, включаем аппарат, и до появления мурашек, покалывания, можем прибавить силу тока. Мы можем, в принципе, ограничить время, двумя минутами поставить на таймере время, но можно и засечь его вручную. С положительного электрода на втором этапе гальванической дзинкрустации мы обрабатываем кожу в течение двух минут, и таким образом у нас нивелируются все эффекты раздражающие, порорасширяющие и разрыхляющие эпидермис, те эффекты, которые дал нам отрицательный электрод. Таким образом мы завершаем гальваническую дзинкрустацию и восстанавливаем самое главное – PH кожи, возвращаем его в слабокислую сторону. Стараемся не отрывать электрод от кожи и в процессе процедуры, и по завершению ее. Когда мы всю поверхность обработали, мы отключаем аппарат, убирая его к силу тока, и только после этого убираем электрод. Гальваническая дзинкрустация у нас завершена. После завершения двух этапов гальванической дзинкрустации мы можем еще раз дополнительно обработать кожу тоником. В данном случае я хочу дать Анастасии попробовать новый тоник на основе гидролата ромашки из натуральной линейки компании Diltek. Масс-хэв тонер из линеечки D.U. Очень приятный запах, увлажняющий, успокаивающий. И после тонизации мы можем либо, например, нанести какую-то маску, либо завершить процедуру нанесением финального крема, либо продолжить ее, если это комплексная чистка, либо продолжить каким-то еще дополнительно аппаратным воздействием. Мы с вами посмотрели, как делается гальваническая дзинкрустация, то есть аппаратная чистка лица. Если видео вам было полезным, понравилось, поставьте лайк. Если нет, дизлайк. Подписывайтесь на наш канал. Если информация, которую мы рассказываем, вам интересна, ставьте колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. И если у вас возникнут какие-то вопросы или желание прокомментировать данное видео, то с удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях. Пишите. Буду рада. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok